Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. С 1 мая в России вступает в силу новый техрегламент, согласно которому мясо животных, забитых в домашних условиях, больше не будет допускаться в продажу. Пропуском на рынок станет исключительно промышленный забой. Сообщение взволновало в первую очередь мелких фермеров, им предстоят значительные затраты, которые, возможно, многим окажутся не по карману. О том, насколько эти опасения оправданы, говорим с начальником отдела Госветнадзора управления Ростельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Кристины Хмелевой. С 1 мая будут изменения, они вступают уже в силу или это пока предварительная информация? Нет, настоящий технический регламент о безопасности мяса и мясной продукции вступает в силу с 1 мая 2014 года. Как будет проходить эта работа? Вообще, как правило, если говорить о крупных каких-то поставках, ну чего бы это ни коснулось? То есть сначала идет подготовка, то есть допродают ту продукцию, которая есть. В данном случае подготовка в настоящий момент она уже идет, к нам обращаются и индивидуальные предприниматели, и юридические лица. И проводятся в настоящий момент проверки плановые, внеплановые, в том числе в рамках 294-го закона. По исполнению настоящего законодательства в области ветеринарии оно не сильно слишком отличается от тех регламентов, от тех особых статей, которые там указаны. Граждане обращаются и, в принципе, мы выезжаем, смотрим, наблюдаем и принимаем там соответствие решения. По отношению некоторых лиц ведутся административные расследования. Вы выезжаете на производство куда-то? Конечно, в рамках проверок выезжаем на производство, на мясоперерабатывающие предприятия, на колбасные цеха, на убойные пункты, где идет в основном забой, переработка продукции. И выезжаем на соответствие настоящих действующих, на настоящий момент нормативных документов в области ветеринарии. Любой закон, он чем-то спровоцирован? Данный технический регламент таможенного союза, как и, в принципе, те, которые уже вступили в силу, те, которые будут применяться далее, они связаны с тем, что Россия, как государство и два других члена государств, таких как Казахстан и Беларусь, теперь является одной таможенной территорией. То есть таможенная территория – это не только наше государство одно, передвижение по территории государства, по территории России, но и передвижение как в Республику Казахстан, так же и в Республику Беларусь. То есть передвижение продукции будет одинаково с тем, что отсутствует таможня среди наших трех государств. Передвижение продукции, реализация будет осуществляться все по одному законодательству. И для этого должны приняты и принимаются такие технические регламенты, которые будут связаны между собой и абсолютно одинаковые для исполнения в трех государствах. А для частных продавцов? То есть им абсолютно все сейчас перекрыли. Тот, кто продавал свое мясо, я понимаю, что вырастить одну свинью и употребить ее самим – это еще никаких потерь особо нет. Но если мы выращиваем у нас целое хозяйство крупное, если там несколько голов скота, что делать с этим теперь? Если гражданин выращивает, скажем так, свинину, свиней и будет ее реализировать на колхозных рынках, а колхозные рынки также считаются территорией таможенного союза, то забой должен производиться только на специально отведенном для этого месте. То есть это убойная площадка. Убойная площадка будет… Они есть вообще? Они, конечно, есть, не в каждом районе, но они есть. То есть транспортировка скота будет за счет хозяина, если ему нужно это сделать? Ну, по поводу транспортировки, я думаю, что это будет вопрос решаться между убойным пунктом, либо мясокомбинатом, и уже гражданином. Там, я думаю, что какие-то договора будут заключаться. Но гражданин в любом случае что-то теряет. Либо время, либо деньги, либо ресурсы, либо… Ну, он чем-то же должен отплатить за эту услугу, я правильно понимаю? Время, конечно, да. Да, и я думаю, что, наверное, платить за убой на убойном пункте в любом случае, скорее всего, гражданам придется. Потому что на настоящий момент забой осуществляется, опять же, в подворьях. Хотя уже есть действующее законодательство Российской Федерации, которое на настоящий момент и так запрещает забой в личных подсобных хозяйствах, но он проводится. А теперь со вступлением в силу, то это будет уже официально запрещено техническим регламентом. И применяться уже будут санкции в соответствии с кодексом административным. Не спровоцирует ли это какой-то коррупционный момент? Опять же, в связи с тем, что куда-то выгоднее привезти свой скот, где-то выгоднее забить? Я думаю, что, наверное, нет, потому что… Нет конкуренции, их достаточно много. Надо просто понять, чем каждой стороне вот этот закон будет грозить. То есть, что кому ожидать? Кому-то плюс, кому-то минус, на ком-то не скажется в общем. Так, в любом случае, наверное, для потребителя это будет сказываться как минус, потому что, скорее всего, будет удорожание цены. Потому что то бабушка забила поросенку себя дома… И продала как захотела. …боросенокспертизу, да, и продала на рынке. А теперь ей надо будет осуществлять забой, то есть за это, скорее всего, ей надо будет заплатить. Что в итоге, я думаю, что отразится и на цене для последнего потребителя при покупке мяса. Дальнейшие процедуры с мясом, они как-то контролируются? Вот, допустим, мы вырастили правильно по правилам, забили там, где нужно. Привезли на рынок, а там либо отсутствует холодильник, либо это лето, и какая-то живность летает, бегает, я не знаю, коты, еще кто-то. То есть, вот эти моменты учитываются. Все-таки, мне кажется, мало проконтролировать, только один пункт из нескольких. Данный технический регламент предусматривает прослежимость от начала и до конца, до получения потребителем данной продукции, то есть мяса или мясопродукции. То бишь, при получении на убойном пункте поросенка должен выписываться ветеринарно-сопроводительный документ. И дальше с этим ветеринарно-сопроводительным документом происходит переоформление, ветсанэкспертиза, и до момента поступления на рынок, то есть на рынок он поступает опять же с документами, и здесь проходит полная прослежимость Тамары. То есть, откуда животное изначально поступило, то есть благополучие местности заболевания, здоровый был или нездоров. И для убоя будут допускаться только здоровые животные. Это будет подтверждаться ветеринарно-сопроводительными документами, которые будут выдавать ветеринарные врачи районов, районных станций. Я думаю, что крупные фермерские хозяйства, они следят за законодательством, за какими-то изменениями, за тенденциями вообще. Но я думаю, что каждая бабушка, даже та, которая посмотрит сегодняшний эфир, она не очень поймет, о чем речь, и до какого периода она, собственно, может еще приходить со своим мясом на рынок. Как вы будете здесь работать? Какие санкции будут применяться к тем, кто по какой-то причине не знал или знал, но все равно принес продавать? Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы все это прекрасно понимаете. Про бабушек и тех, в настоящий момент, подсобных хозяйств, которые уже есть, фермеры, которые там большое количество поголовья, они уже все знают. И в основном на большинстве фермах есть убойные площадки, где, в принципе, разрешен убой. А для бабушек, то есть они в настоящий момент должны осуществлять реализацию мяса и мясопродукции только с документами, только после проведения ветеринарной санитарной экспертизы. То есть это не особое такое новшество. То есть на настоящий момент те же самые нормативы, они есть. Просто так убить животное и продавать мясо – это запрещено. То есть это должно быть в любом случае клеймоны животные. Будут ли еще какие-то любопытные изменения или просто есть какая-то работа сейчас, о которой нашим телезрителям тоже неплохо услышать? Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управления Росехоснадзора и внутрисубъектовая служба ведется программа Цербер, в которой все лица предприятия, занимающиеся убоем и реализацией продукции животного происхождения, ведется реестр. То есть они все у нас проходят учет и все у нас отслеживаются. И в принципе практически все убойные пункты на настоящий момент уже проверены и в основном соответствуют законодательству. Что бы вы посоветовали нашим телезрителям, которые пойдут на рынок, либо увидят, что что-то не то, либо все-таки решат нарушить закон, либо действительно подумают, что нюансов мы не знаем, значит можно? Гражданам, те, которые обнаружили на рынке, либо в другом любом магазине, где приобретают себе продукцию, мясо или мясопродукцию, выявили что-либо, либо они могут потребовать у продавца документ, ветеринарный документ они могут потребовать и продавец обязан его предоставить потребителю, в котором все понятно достаточно, даже для бабушек написано будет, откуда это животное поступило. И если данный документ есть, если соответствует клеймо на туши, а он есть всегда, то данная продукция, она безопасна. Если же документ такой не предоставлен, либо продукция оказалась некачественной, после того, как пришли домой, посмотрели, открыли пакетик, то можно всегда обращаться к нам, написать жалобу, либо позвонить. На сегодняшний день лично мне пока все понятно, а как оно будет дальше, время покажет. Это была программа подробностей. Внимательнее следите за той продукцией, которую вы употребляете в пищу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова